доброго времени суток друзья мои решил я все-таки решился сегодня записать ролик но скорее всего наверное хайпом это не назовешь но на злобу дня можно сказать потому что как бы события медийные которые на которые сегодня заострено внимание большинства средств массовых информации как наших так и заграничных это смерть навального в лагере поселка харп и я сидел в этом лагере и поэтому хочу сегодня хайпануть наверное может быть побольше будет просмотров может быть какие-то новые люди меня найдут подпишется на канал можно вот под понравится то что я рассказываю и подписчиков станет немного больше соответственно ну и как бы не бескорыстных побуждений вы абсолютно правы потому что в нашем скудном хозяйстве как бы материальные средства нужны всегда поэтому я не буду сейчас перечислять зачем и на что и когда хотите помочь пожалуйста не хотите не помогайте дело ваше но я признаю да что рассказы я рассказываю вам не просто так а в надежде на то что я стану более известным более популярным и может быть немножко богаче чем сейчас перерывчик делаю потому что перегревается вот тут аккумулятор хотя у меня их 4 они не успевают заряжаться я сверлю короночкой вот такие дырочки для того чтобы сделать много бутылочный такой бокс для кормления всех козлят одновременно потому что кормить их по одному ну как-то становится проблематично поэтому убиваю сразу двух гусей жду пока остынут все аккумуляторы и расскажу вам интересную историю точнее сказать это даже будет не история я опишу вам что такое лагерь особого режима в его в его наверное наихудшем проявлении такой как вот там огненный пятак или черный дельфин или вот поселок харп сегодня не менее знаменитая командировка на самом деле лагеря там 2 это ямало-нинецкий округ находится за полярным кругом обе командировки в этом поселке харп третья зона и 18 я сидел на 18 хотя мечтал попасть на третью но мечта моя началась с того момента как нас выгрузили из столыпинского вагона на железнодорожной станции загрузили ночью в автозак температура воздуха было наверно минус 30 но это была только осень и и в общем то все мое предыдущие этапирование растянулось наверное на несколько месяцев я прошел через восемь тюрем в некоторых тюрьмах пришлось провести по месяцу то есть вот такой длительный этап я сейчас уже не помню конкретно не могу точно вам последовательно рассказать по каким тюрьмам прокатился ну примерно там ярославль брянск ну и соответственно екатеринбург киров была последняя станция и чем дальше на север тем все было краснее то есть если в ярославле можно было чуть ли не из камеры в камеру ходить и купить там и водки и ширки и чего угодно у милиционера то в кирове уже были каждый день обыски выводили на коридор ставили на карачки руки за голову шмонали хату но все равно как-то она еще продолжала по накатанной греться поначалу в потолке сверлили огромные дырки не знаю чем каким-то веретеном таким пускали груза с чаем сигаретами этап грелся ну и в общем то ход был нашинский до последних времен и картина за окном столыпина приблизительно плюс-минус была одна и та же до тех пор пока я не уснул младенческим сном в кирове в столыпинском вагоне и не проснулся спустя там не знаю 12 часов еще может быть какое-то время я не смотрел в окно но когда я посмотрел окно я увидел что пейзаж катастрофически изменился абсолютно пропали деревья только белые такие пригорки вокруг иногда где-то изредка попадал скарликовая береза ну и в полный ступор я вошел когда на очередной станции мы остановились на станции это только условно это небольшой полустаночек и вокруг белые барханы никого и ничего оказывается за столыпинским вагоном был прицеплен железнодорожный магазинчик и к этому магазинчику начали подтягиваться местные жители но таких на нардах из оленей там упряжка там по я сейчас уже не помню врать не буду четыре там оленей или шесть но с такими с длинными погонялами вот эти немцы и они как чукчи и все вот национальные своих оленях одеждах под подтягивали к заднему вагону чтобы отовариться там чай курить соль там чем порох я не знаю что им там возили мы естественно я как немного приуныл как говорится в одном из мемов ну когда нас выгрузили ночью и я увидел что в сентябре или там в октябре месяце уже минус 30 я еще сильнее расстроился и когда уже загнали вот в этот предбанник ну я забыл сейчас как он называется когда за тобой дверь уже закрыта впереди еще не открыто и тоже всех рассадили на корточки руки за голову и к нам вышел милиционер который я не знаю кто он по национальности но узкоглазый был похож на то что он местной нации дома возможно это был какой-то кореец то есть не обязательно что это крайнего севера народа населения но разговаривал он так как будто он сам лет 20 отсидел и вот он начал свой спич прям буквально с того мы сидим все на корочках будет ничего черти полосатые приехали что ли а черти краснодарские он сказал там с вами был этап с краснодара большой и говорит вы чё думаете куда вы приехали сейчас вы думаете вас тут будут бить кошмарить и пытать да ни хера мы вас бледей морозом ломаем и как бы после этого сейчас задаю вопрос все стоим лучше не врать бла-бла-бла ну короче вьет этой жути трещит как шляпа в коробушке не хуже чем саша сахалинский хотя милиционер ну милиционерами я называю чтобы понимали сотрудников сотрудников усина то есть вертухаев различного там рода не в обиду и в общем то дальше он начинает говорит так сейчас короче начнем с того что будем знакомиться кто хочет в дальнейшем там по своей мастюшки нормально ровно жить лагерь ночь ваша день наш так что горит блатные кто есть вставайте и вы знаете вот этот момент я понял что ну как бы тюрьма сизо и все такое это это было место для приспособленцев для для масок для различных по дороге мурчали все даже дерева и то есть ну там один блатнее другого не знаешь не кого нахер послать да и тут вот но из из этапа там два автозака полных я сейчас не помню сколько но 100 человек допустим нас привезли блатовали из этих 190 но и когда сказали блатные встать стало там 10 человек в полном составе встали все все местные пацаны но местные я имею ввиду с ханты-мансийского округа там ехали тюменской области то тогда было сейчас не знаю как там географически разделяется все кто блатные как ну так таковыми себя позиционировали из сургутские там нижневартовский октябрьский ноябрьские и так далее они все встали в полном составе они все друг друга знали по лагерям и ребята действительно были молодые и очень дерзкие и они прекрасно знали куда они едут это их родная тюменская область они все встали и к ним вышел милиционер и он говорит ну проводи их и блатные все ушли а ну хотя назывались блатными почти все ну так как я мужик я служил в армии у меня семья и так далее несмотря на то что я примурки волну я себя бродягой никогда и нигде не называл поэтому я остался сидеть на корчках теперь он говорит на мужики там раз мужики встали тоже там всех переписали или что-то там отправили дальше ну и соответственно а мужики там в сторону встали так козлы но там стали те кто раньше занимал какие-то должности отожди в сторону будет там обиженные там стали те кто в петушатниках до этого сидел там и так далее я остался на корточках один мужики окажется вам рассказал его бы то ты чё сидишь кто по жизни он встает говорит подводная лодка будет а мент вот этот шустрый который узкоглазый а чё за мать такая он говорит а вот всплыву узнаете и повели нас всех короче повели нас всех ну соответственно мыть мыть переодевать и за ну кара и в карантин всех закрыли в карантин петушки к петушкам гребешки гребешкам блатные я рассказывал эту историю блатные там начали что-то качать ну какой-то бессмысленный бунт затеяли типа нам ну что-то какие-то медицинские передачки чтобы пропускать но просто заявить о себе что мы приехали прибежал хозяин ночью его все трясет да вы не знаете куда вы попали бла 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 вот ну и короче раскидали бы сколько-то мы там про провели время в карантине нас переодели переобули зафиксировали заточковали и рассадили всех по бурам особый режим это барак усиленного содержания то есть это постоянное нахождение в камере и никаких люлей несмотря на наше крайне вызывающее поведение не было никого никуда не увели не избили ни разу хотя на хозяина там трехэтажным матом орали и посылали его куда подальше и что-то требовали от него каких-то непонятных вещей рассадили по бурам буры но в поселке харп 18 за 18 зоне называются постами то есть бур двухэтажный обычный как в любой тюрьме как 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 в любом лагере называется пост ну то есть или во всяком случае или этаж пост называется пост номер один пост номер два и так далее всего их там где-то раз-два-три-четыре-четыре бура двухэтажных и 5 наверно там где баня над ним еще там там кстати жулик какой-то в глухой заморозки сидела сейчас уже не помню кто-то есть подписчиков напоминал я с ним ни разу там не пересекался не малява ему не писал ничего вот и в общем то никаких ломок никаких мероприятий о которых которые сейчас завирусились сети там про про жесть там фсбшные камеры какие-то зондербригады изнасилования там и там иркутская сизо там какие-то владимирские там эти дела ничего даже подобного не было но видно было сразу что командировка режимная и красные не назовешь потому что во-первых была межкамерная связь кабур конечно долбить никто не даст но мы по ночам слабливались выставляли маяки гоняли дороги и делились друг с другом чаем с сигаретами и собирали соответственно общее то есть был человек который за это отвечал вот мы всех отселили в сус строгие условия содержания также вот между бурами там еще бур и они там где-то сидели но не в заморозке мы с ними гоняли дорогу там собирался общак общак на общак уделялась с ларька на ларек зарабатывали вязанием сеток сетки можно было не вязать принудительной работы там не было ты мог отдать 100 рублей своему сокамернику я условно говорю ну может быть даже меньше там две пачки сигарет там и он будет эти все то есть нужно было сдавать норму да она была норма но если ты сам не хочешь вязать за тебя ее сделают другие пожалуйста заплати пару пачек сигарет и сиди смотри потолок но кроме потолка смотреть было больше некуда телевизоров камерах нету днем режим достаточно жесткий там периодически заглядывает в глазок сотрудник нельзя там раз расстегнутой пуговицей ходить там нельзя громко орать или ругаться ну и бла-бла-бла я сейчас уже не помню что там нельзя но обычный вот такой режим полосатый он считается карательный поэтому как бы днем нельзя лежать на постелях тому курить только в отведенном месте ну и так далее и тому подобное за любое нарушение в глазок которые тебя увидели это камер тогда не было тоже то есть вот этих новых наблюдательных сотрудники сами фиксировали расстегнута пуговица осуждены подойдите сюда бирку посмотрел фамилия написал на тебя донос и тебе там объявили выговор там 23 выговора изолятор изолятор там пять суток мало 10 мало 15 то есть ну изолятор и тут же в конце коридора отдельная локалка отдельная решетка и там несколько несколько шину камер шизо штрафной изолятор бур топится так как я не видел нигде то есть с учетом того что это крайний север за полярным кругом до батареи дотронуться было невозможно форточка всю зиму открыта настежь и в эту форточку клубы пара опускающийся на пол это вот стандартная картина который все привыкли с открытой форточки на улице может быть минус 50 минус 61 раз был недели две при этом это не как у нас мороз и солнце а там ну как бы мороз и ветер такой что с ног сдувает форточка никогда не закрывалась то есть топили так что ходили вот в этих тоненьких лепнях без всяких маек там и вот ну считаю числовская вот эта одежда полосатая но она была тонкая такая хэбэшка обычной никто не мерз на прогулку одежды было полно то есть у каждого были с этому валенки у каждого были дополнительные ватные штаны ватный бушлатов одевали по два по три штуки меховые варежки такие какие-нибудь трехпалые махеровые шарфы у каждого был свой обязательно без него никто на прогулку не ходил шапки и ушанки полтора уха которые можно было завязать шарф вот посюда повязал шапку завязал но на прогулку ходить так себе удовольствие даже если там минус 40 прогулка длится в среднем ну а дал по по правилам на особым режиме прогулка длится два часа происходит это все не не на крыше как в других местах а происходит прямо на улице отгорожены такие некие ну как спортивные площадки во дворе как баскетбольная площадка она обычной вот ну решеткой там прозрачный но типа 3d забор и и одна сторона глухая чтобы можно было где-то спрятаться от бурана от ветра если сильно задувает на прогулке стоит отапливаемая вышка на вышке стоит вертухай если вдруг все замерзли начинают ему кричать командир пойдем домой то без проблем тут же открывают и повели домой были слухи что кого-то там из особо рьяных выводит в опер часть там кладут его на стол отбивает ему дубинками пятки но это слухи я черных пяток ни у кого не видел и лично при мне никого не никуда не забирали опер часть работала на пять с плюсом ни на какое производство ты там не выйдешь там был же бы но туда водили тех кто уже отсидел там 10 лет и про проявил себя как человек толерантный к режиму там и подписал уже все все заявления и объявления лишь бы только хоть куда-нибудь ходить и готов там на самые грязные работы подметать там мыть туалеты и вот такие козочки со стажем 60-летний ходили на же бы остальные все сидели в камерах вязали сетки слушали радио маяк никаких других развлечений там не было приносили в газеты была библиотека я не особо любитель читать поэтому я не могу оценить ее с точки зрения там ассортимента ну что-то я брал читал жену чаще всего я читал какие-то газеты передачка была положена один раз в год в год 5 килограмм кормили ну по сравнению со всеми другими тюрьмами где я до этого ел вот я 8 тюрем проехал только по дороге на харпах кормили лучше всего то есть там постоянно в меню какой-то рыбный суп рядом обская губа там море рыбы давно себе они там оставляют муксун в тюрьму продают какого-нибудь на лима например да и суп с кусками на лима с картошечкой хорош северные поставки еще по накатанные со времен ссср были очень хорошие туда вагонами везли овощи фрукты то есть ну какого-то витаминоза там или цинги чтобы там елки заваривали вообще близко даже не было в бурах в этих на постах была идеальная чистота залитые полы на ну вот этот на наливной пол плинтусы все идеально чистенькие в камере все идеально чистый все покрашено все красиво никаких разводов размыл решеточки все никаких там вот этих намордников дополнительных ресничек то есть просто обычная решетка ты видишь двор внутренней спокойно славливаешься с соседями по вечерам кто-то держал кошек и иногда этих кошек милиционеры выбрасывали на улицу ночью им опускали несколько связанных сеток эти кошки залезали обратно и продолжали жить в камере но это я не знаю вот у нас во всяком случае через одну камеру было два кота потому что я постоянно по ночам когда стоял на дороге наблюдал какая-то как они зовут этих кошек и кошки залезают по этим сеткам на второй этаж один раз в неделю общем массовое мероприятие ведут всех на просмотр фильма стоит там ну если не плазма то значит лэд большой телевизор какой-то там моноблок или там или там dvd и показывали в основном фильмы то есть здесь тоже глумление никакого не было на лебеди например целый год играла одна и та же кассета без остановки с пяти утра там до до десяти вечера и и не выключать на автореверсе и кассета кстати хорошая золотом покрыта купола вот это блатные песни но одна и та же год без остановки это психологическая атака здесь как бы фильмы показывали очень хорошие и старые и новые американские голливудские там хищник терминатор хиратор ну все что было необходимо ну то есть можно было самому заказать этот диск при принести как бы и и тебе его то ну всем его тоже покажет телефонов я но они гипотетически были лично я на телефонные переговоры не ходил но можно было с ларька оплатить карточку и пойти подписать заявление у какого-то отрядника и пойти по телефону там официально поговорить там со своими родными и близкими свидание я уже говорил раз в год длительное свидание в буре не положено выйти в открытую было невозможно потому что замечание нарушений были абсолютно у всех то есть по правилам содержания особого режима пота тогдашним там это был двухтысячный год 99 2000 и 2001 по прибытию в лагерь на особый режим ты должен просидеть год под крышей в буре и через год если у тебя нет нарушений гипотетически ты мог выйти так называемого к открытую зону то есть это открытый барак и там ты уже будешь ходить на работу выходить на улицу в рамках своего локального участка и так далее но таковых и я там на харпах не встречал местные мужики которые сидели там подолгу говорили что сынок в этой камере ты пробудешь весь свой срок а мой срок был 12 лет и как бы я естественно смирился занимался там какими своими делами никто мне не мешал там написать в открытую малявку передать и значит межкамерная связь с другими бурами осуществлялась через прогулку так как когда ведут в баню ты проходит отряд ну вот в баню ведут целый пост то есть это все все камеры с твоего этажа строем ведут и и этот строй проходит мимо прогулочных двориков которым в которых в это время гуляют осуждены из других буров и в это время на рывок из строя там выбегала там 10 человек 15 2 3 без разницы смотря сколько грузов но естественно это были те кому не безразлично движ там нашинский не они знали что они могут страдануть за этому делали подбегали к этим решетками закидывали туда груза их тут же начинали бить дубинами но на улицу выходили в двух бушлатых там и как бы из-за того что мне там милиционер даст дубины милиционер один сопровождает весь этот строй а побежали груза кидать 10 человек поэтому по спине там до останется одному или двум и не так уж больно и редко когда какие-то последствия но если уж совсем плохой мент он запишет напишет на тебя этот акт и поедешь ты там в изолятор или объявят тебе выговор изоляторы тоже грелись то есть в изоляторе что такое шизо на харпах это место где такая же теплая камера без всяких беспыток морозом такая же точно баланда не как на лебеде не ущемленная пайка где ты все время хочешь жрать ты вполне себе нормально кушаешь ты просто раз в неделю не ходишь на кино отдельно ходишь на прогулку ну может быть там на час раньше встаешь там и что-то еще и кровать твоя пристегиваются к стене чтобы ты даже присесть никуда не мог но маленькая камера как как обычный там туалет данным в панельном доме но каких-то других уж единственное в чем там чувствуется ущерб то что там нельзя курить и и нельзя и с собой брать чай то есть а как бы ну осужденные все привыкли подталкивают себя вот этим кофеином виде чифера там да как бы это единственная на радость и соответственно никотиновая зависимость тоже вопиет вопиет поэтому грива то есть снабжение всем необходимым людей которые страдают за общие какие-то идеи было делом святым и у нас там была отлажена система мы списывались с теми кого знаем кто работал там слесарки столярки нам изготавливали ключи такие треугольнички или многоугольнички ну типа как в электричке открываются дверь может быть знаете вот и этот ключ всегда где-то прятался на так называемый курок то в одной камере то в другой периодически его находили отшманывали кого-то еще закрывали заказывали следующий и это был непрерывный процесс и грех происходил следующим образом нельзя было ни ногами гривануть там не самому подойти как это бывает черных командировках единственный вариант был это когда весь пост выгоняли на прогулку поначалу открывает все камеры и все выходят на коридор как бы нету никакого там руки за спину ноги шире гражданин начальника там такого нет не было ну вот все вышли все пока все камеры откроют и потом все начинают вместе выходить на улицу и вот в этой толчье пока там милиционер максимально далеко находится от локалки за которой находятся эти шизо какой-нибудь дерзкий как чечен типа меняют туда ныряет открывает этим ключом локалку открывает этим ключом там эти четыре кормушки и закидывает туда эти грива тут же там одна но однозначно бежит милиционер который знает что сейчас это будет иногда скащуха иногда там выговор иногда там если камера свободно тут же упакует и тебя туда но мы это делали ежедневно и без остановки поэтому нас всех в общем-то на лебедь потом и увезли вот еще раз хочу сказать что никого там не били кормили хорошо было чистенько не было там не вшей не клопов не чесотки то есть одежда была всегда чистая прачечная работала идеально в баню водили раз в неделю бани шикарная горячая вода никто тебя никуда не торопит нету такого уж там где-то как в красных командировках там 15-10 минут и все и выходи хоть голый там выбегай пожалуйста мойся сколько хочешь пока не замоешься то есть все в общем-то в общей в общей сложности было достаточно приемлемо где-то в этом на одном из этих постов когда я уже естественно там давным-давно там не сидел погиб родуев сейчас вот там скончался навальный я не склонен вот конечно там осужденные по жизненному лишению свободы сидят ну наверное пожестче но это все таки харпы это отдельный остров со своим у них на сельсовете до сих пор стоит красный флаг милиционеры которые там работают приезжают с большой земли для того чтобы отработать несколько лет и получить за это квартиру или сертификат на квартиру они живут там в общежитии и у них как бы но это это для них временное пристанище какое-то я не думаю что они там зверствуют или кого-то убивают или кто-то кто-то в чем-то заинтересован ну на конечно там фэшники контролируют каких-то своих ведомых своих там личностей наверное может быть его возможно осуществить там какое-то и заказное убийство хотя я не знаю как это можно сделать то есть так чтобы куда-то там тебя кинули в пресс-хату там тебя забили до смерти это это просто исключено там где очень серьезный строгий режим там контролируют там камеры висят там сидит человек который отвечает за сахар за сохранность жизни осужденный как бы никто этого просто не допустит поэтому скорее всего я склонен думать что смерть навального это роковое истечение обстоятельств не может быть ну что его отравили но тогда вся камера бы там сдохла ему отдельно сказали вот это баланда вот тебе лично на скуши сынок ну ну вряд ли оторвался тромб это на самом деле очень частая смерть в тюрьме но для наркоманов не может быть навальный там вкидывался как наваливал может быть иногда мы просто не знаем вот как политики они но мне никогда не нравился я не ну негативно отношусь к либерастам я считаю что наш строй монархизм хотя все то что происходит ну в идеале в россии был всегда монархии поэтому я никогда не любил красных и никогда не любил вот те по прозападного направления не политиков не не никого-то других я считаю что у нас свой путь на и совсем не тот которым сейчас идем мы это мое личное мнение поэтому можете меня казнить или недолюбливать ну как бы она сформировалась и никуда от этого не денешься сейчас еще может что вспомню ну естественно телефонов там никаких не было я не знаю если там вообще мобильная связь и ломка то есть ну перековка блатных в лояльных администрации там мужиков происходило ну как бы стандартными такими способами первый первый этап который был это выход 106 по моему называется статья это на основании которой это внутреннее содержание статья на основании которой ты обязан там раз в месяц или с какой-то другой может быть периодичностью выходить бесплатно на общественные работы и для любого для блатного и для мужика который придерживается там воровских понятий и считает себя отрицательно настроенным осужденными не хочет контактировать взаимодействие с администрацией выход на бесплатный выход на бесплатную работу неприемлем то есть это прерогатива краснопузых и поэтому если ты не выходишь ты в любом случае страдаешь вот ну и как бы едешь в изолятор почему я сейчас расскажу про навального потому что сказали что он отсидел 27 изоляторов и вот прям буквально подхватили эту волну там все заморили загубили вот ровно 27 изоляторов отсидел там я ровно 27 плюс я еще с собой привез на лебедь одиночку ну то лебедь сам как одиночка потом поднялся на замку там меня в одинокую на 6 месяцев закрыл потому что изоляторов накопилось много а следующая мера наказание было одинокая одинокая это камера на 6 месяцев да но меня сначала на лебедь водрузили водворили а потом после лебедя уже я свои две одиночки взял но эти 27 изоляторов никакого вреда моему здоровью не нанесли наоборот даже пользу были времена когда меня не могли гривануть там сигаретами или чаем и от этого я никакого урона не понес поэтому кричать что вот бедный раз несчастный навальный я не думаю что он был отрицательно настроен в том плане что наверное сейчас там вообще такой масти нету среди пыжей это совсем другая структура сидельцев и не как бы понятно что там вся вся отморость собрана всякие там вот эти серийные убийцы и так далее и того подобное то есть но я сидел на шестом коридоре в бутырке когда еще не был принято как он называется меморандум референдум короче когда еще бутырская бутырский централ являлся исполнительной тюрьмой там производились расстрелы все все кто был приговорен к высшей мере наказания сидели на шестом коридоре это малый спец тюрьма в тюрьме я тоже там был там сидел 11 душ воров в законе в отдельных камерах в тройниках а в одиночках сидели те кто ожидал расстрела но мы друг напротив друга мы общались друг друга видели переговаривались кого-то там грели и в общем то потом когда мораторий ельцин подписал на смертную казнь было одно время что те кто 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 должны были уехать на пж они от отделывались сроками 15 5 была формулировка 15 срока это максимальный был срок который мог получить из них 5 крытый и давай давали таким вот у нас например сидели парни которые с соликамского лебедя освободились сколотили банду и вот они просто разъезжали вокруг москвы на электричках если видели более-менее приличный дом они туда заходили и убивали всех детей беременных женщин иногда у них добыча там была какая-нибудь золотая цепочка там или колечко или 500 рублей денег и таких эпизодов у них там было ну очень много то есть вот ну просто бессмысленное какое-то постоянное жестокое кровопролитие по-моему одна бабка там выжила и в глаз стрельнули она то ли у нее на вылет пуля прошла но они ее бросили она выжила и их опознала потом вот у нас сидел боря борода который с лебедя освобождался вот их неподельник как бы я читал его обвинительное заключение просто мрак 15 лет ему дали он сейчас уже давным-давно освободился соседних отец орех сидел с ними вот прицепом проходил такой юра труба который не при делах был за убийство но где-то вместе с ними и в бане там прихватили он там за оружие что-то с ним прилип остальные все были про вот вот они бы это это был контингент пожизненно осужденных то есть это ну я даже не знаю как их назвать страшное место и страшное дело сейчас там сидеть в таком контингенте хотя я был на особым режиме и там были разные у всех срока но все-таки таких кровавых маньяков и убийц там не было однако я еще раз хочу подчеркнуть да на особом режиме где сидят пыжи это я так называю осужденных лишению по жизнему лишения свободы пыжи но не только я это такое на фенечке название тому в связи со строгостью лица к любой осужденный даже на пж он он всегда у него он живет надежды что когда-нибудь у нас сидит 20 лет там у него не будет нарушений и ему удастся тому получить помилование у президента если этой надежды не будет то они очень быстро все умрут просто сами по себе и поэтому я не думаю что там какие-то могут быть кровавые стычки тем более что там даже там наверно алюминиевых ложек ты не раздают там и нечем нанести увечье поэтому может быть там и бывают какие-то там разногласия в камере когда долго одни и те же люди сидят у каждого свой норов и все там маньяки ну наверное опер часть там не дремлет их рассаживают меняют там и так далее то есть но это исключено чтобы кто-нибудь там оказывал какой-нибудь такой сильно физическое воздействие на своего сокамерника долго и безнаказанно это просто исключено но этот выход на 106 все кто мурчал у нас у нас я помню был брянский парень его погоняло было писарь потому что он сидел с вором и все время что-то писал и его когда первую партию вывели на 106 мы их всех видели в окно то есть с лопатами ребята чистит снег но это считалось зазорным мероприятием все там засвистели закричали вы обосрались там то все а я и я а я короче вижу что там должен быть вот этот писарь а его нет думаю неужели он ну как бы пошел на страдания не хочет не ну да попасть не перережимку не в открытую выйти не на работу ходить то есть перечеркивает себе все возможные перспективы и для и только из-за того чтобы там это самое не покидать снег 10 минут то есть это формально там не надо было как бульдозер она просто было отметиться выйти взять лопату кинуть две лопат снега показать тем самым что ты лоялен к администрации можно дальше с тобой вести какую-нибудь психологическую работу по по исправлению нету нигде писарь я залез на орешку и вот так вот так вот так вот выглянул а он оказывается вот так прижался к стене с этой лопатой и потом он увидел что я его вижу и уже такое отряхнулся а чего я понял здесь надо жить по-другому отправляли нас на лебедь нас нагрузили продуктами так как меня не знаю на свободе тут никто не грузит нам надавали просто целые баулы тушенки там всякой с рисом с гречкой просто мясо я в столыпи не жрал три дня без остановки я думал я лопну просто так что ну там не голодом не холодом не физическими увечьями во всяком случае в двухтысячном году народ не пытали еще момент я не знаю на с каких годам был осужден навальный но гипотетически люди которому по которым по суду присудили содержать на колонии особого режима они содержатся в этой же колонии но отдельно от тех у кого пожизненное лишение свободы то есть они могут там на одном коридоре быть или на разных этажах но никак не вместе ну и закончу я еще словами печальки вчера мне попался в рекомендациях ролик я посмотрел что-то такая банда амазонок называлась честный детектив женщина откуда-то там с калмыкии граница с ростовской областью со своим подельником просто вот ну как не знаю как как в какой-то компьютерной игре они просто ходили и мочили всех подряд детей женщин стариков водителей такси и при этом цель у них была но у них никогда не было денег они ничего не могли ни украсть ни отобрать всегда какие-то копейки то есть там не знаю город трупов и не и никакой прибыли чем это связано я думаю я уже все в этой жизни видел но нет есть вот и такие кадры и они там на особом режиме прибывают на это вот убили и сожители а ну вообще страшное конечно дело каким как бы и и понятно что вот этот сгусток вот этой темноты черноты одержимых людей он там и и когда ты его ощущаешь всеми фибрами своей души то единственное что хочется это молиться господи помилуй господи спаси и господь всегда слышит всегда помогает и поэтому хоть и через лебедь но все-таки на замку где уже можно было даже картошку сажать и копать для себя и в храм ходить и причащаться и исповедоваться хоть изредка оттуда уже и перережимка на строгие оттуда уже и домой и в результате из 12 лет особого режима и я отсидел всего лишь 7 и я не сотрудничал никогда с администрацией я никогда не ходил в штаб ни разу не был в оперчасти за этот срок и все что я делал это молился и господь всегда и сейчас и ныне и присно и во веки веков слышит всех тех кто к нему призывает поэтому не отчаивайтесь веруйте в бога и просите его о помощи славьте его и благодарите за все аминь